Вселенная. Кажется, что это необъятные, холодные и бессмолвные просторы космоса. Но так ли это? Самые горячие области космоса и самые высокоэнергетичные события отыскать нелегко. Рентгеновский астрономический спутник Астра-Эйдж. Постижение горячей Вселенной. Так выглядит космос в рентгеновских лучах. Скопление галактик Эйбл 3526 в созвездии Центавра. Система черной дыры Лебедь Х1. Гробовидная туманность. Остатки сверхновой и пульсар. Так выглядят эти объекты в узком диапазоне волн видимого света. А так в диапазоне рентгеновского излучения. Многие детали небесных объектов не видны в оптическом свете. Но рентгеновские лучи поглощаются атмосферой Земли и не достигают поверхности. Поэтому нам нужны космические обсерватории. Первый японский рентгеновский астрономический спутник Котё был запущен в 1979 году. Ряд японских рентгеновских обсерваторий продолжили. Тэмма астроби в 1983 году, Гинго астроси в 1987 году, Аска астроди в 1993 году и Судзаки астрои в 2005 году. А в 2016 году стартует Астра Эйдж. Вот научные задачи, поставленные перед Астра Эйдж. Каковы законы физики в экстремальных условиях и что происходило в начале Вселенной? Как возникают и развиваются скопления галактик, самые крупные структуры во Вселенной? Как растут массивные черные дыры и как они влияют на свое окружение? Энергия рентгеновских фотонов немного изменяется из-за вращения аккреционного диска. Когда и как образовались тяжелые элементы и в каком количестве они появились? Какие явления происходят в условиях экстремальной плотности и чрезвычайно сильных магнитных полей? Действительно ли пространство-время искривляется вблизи черной дыры? Астра Эйдж займется этими загадками Вселенной с помощью самых современных приборов. Обсерватория весит 2,7 тонны. Ее длина составляет 14 метров. Ширина при развернутых солнечных панелях 9 метров. Мощность 3,5 тысячи ватт. Астра Эйдж использует телекоммуникационную сеть для космических аппаратов SpaceWire. Четыре рентгеновских телескопа рассчитаны как на мягкие, так и на жесткие рентгеновские лучи. Аппарат имеет два детектора мягких рентгеновских лучей, спектрометр и построитель изображений. На раздвижной оптической платформе, обеспечивающей длинный фокус, размещена пара детекторов построителей изображений для жестких рентгеновских лучей. Также имеются детекторы мягких гамма-лучей, энергия которых еще выше, чем у рентгеновских. С помощью этого комплекта приборов, Астра Эйдж будет изучать горячую высокоэнергетичную Вселенную. Он будет вести наблюдение высокоэнергетичной рентгеновской области спектра. Через зеркала, отражающие видимый свет, рентгеновские лучи проходят насквозь. Рентгеновские лучи могут отражаться лишь на крайне малые углы, поэтому они отражаются постепенно. Для сбора рентгеновских лучей Астра Эйдж использует более 200 концентрических зеркал. Собранные рентгеновские лучи попадают на высокопроизводительные приборы. Рентгеновский спектрометр с большой точностью измеряет энергии. Этот спектрометр будет работать при небывало низких температурах. При его разрешении, которое в 10 раз лучше, чем у всех прежних приборов, будут различимы даже малейшие разницы в энергиях. Это позволит провести точный анализ химического состава и движения вещества, испускающего рентгеновские лучи. На борту Астра Эйдж находятся еще три особых прибора. Астрономические объекты будут изучаться на трех порядках уровня энергии. От 0,4 кВт до 600 кВт. Астра Эйдж представляет собой огромный скачок вперед в наблюдении рентгеновской Вселенной. В феврале 2016 года Астра Эйдж начнет свой полет. Горячая, бурная Вселенная, сокрытая в глубинах ночного неба, скоро раскроет свои тайны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова